Преодолеть это озеро решаются только самые смелые. Остальные же при виде ледяной западни разворачиваются и ищут пути объезда. Вода здесь в таких масштабах образовалась за четыре дня. Вместо дежурства сотрудникам железной дороги пришлось вооружиться ковшом и ведром. Эту трубу местные называют колонкой. На днях её пытались залатать, но вода продолжает течь и заливать всё вокруг. Рабочие сейчас пытаются разбить лёд, чтобы вода хотя бы стекала вниз по улице. Мы элементарно за двечку приехали, закрыли за двечку. Тут бы никто не пострадал. Пять домов. Банальная течь в водопроводе привела к настоящему коллапсу. Вереница машин здесь растянулась на несколько метров. Кто-то не может попасть на новое татарское кладбище, другие опаздывают на работу. А всё из-за того, что там на перекрёстке не установили специальный знак, который выговорил о том, что въезд здесь запрещен. У нас умер бывший наш работник. Мы едем на кладбище. Сказали, на кладбище позвонили. Сказали, здесь проехать можно. Зачем они перекрыли-то? После долгих минут ожиданий несколько отчаянных автомобилистов решились нарушить правила и открыли проезд. Но проскочить удалось не всем. Полицию выпили. Взрываем. Но представители госорганов в конфликт так и не вмешались. Автомобилистам пришлось объезжать ледяную западню. Водоканале нам сообщили, что сегодня рабочая бригада приедет к месту прорыва. Когда проблема полностью будет устранена, пока неизвестно. Вряд ли в ближайшие дни тут появится и предупреждающий дорожный знак. Александра Волкова, Марат Зайдулин, Телеканал Ефир.